Расположенная обособленно от города микрорайон Бахчеванджи, территория со своим укладом жизни, своими радостями и проблемами. Последние, более заметные и неравнодушные жители всегда готовы обсудить с руководством округа в надежде на положительные решения. На днях глава округа Андрей Булгаков провел на улице Беляева выездное совещание. Обсуждали по большей части вопросы ЖКХ и благоустройства. В частности, с началом отопительного сезона произошло уже несколько технологических сбоев в системе теплоснабжения. Глава заверил жителей, что все наладится. Чтобы обеспечить качество услуги и усилить контроль, в июле большинство объектов теплохозяйства округа, сети, котельные, передали из частных рук на обслуживание предприятию «Теплоресурс», входящему в структуру межрайонного Щелковского водоканала. Это большое достижение, я считаю, потому что теперь город, глава, мы все контролируем это предприятие и контролируем теплоснабжение в городе. После того, как мы все это передали и забрали, мы провели и проводим до сих пор ревизию, и теплохозяйство не в самом идеальном состоянии. На каждую территорию нужно отдельные вложения, и не на один месяц, чтобы привести это к нормативу. Благоустройство и уборка территории, состояние подъездов и другие вопросы, относящиеся к работе управляющих компаний, также в центре внимания жителей микрорайона Бахчеванджи. Глава округа рассказал им, какие перемены в этом направлении в ближайшее время их ожидают. Андрей Булгаков неоднократно заявлял, что администрация намерена навести порядок в работе жилищников. На днях стало известно, что муниципальная управляющая компания ДЭСЖКУ, которая обслуживает и дома в Бахчеванджи, находится в состоянии банкротства. По словам главы, в ближайшее время ей на смену будет назначена временная УК. Она также создана в системе водоканала. Таким образом, одно предприятие будет и подавать в дома ресурсы, и обслуживать внутридомовые сети. В дальнейшем пройдут стандартные мероприятия по выбору УК. ДЭСЖКУ с теми долгами, которые за три года накопили умышленным образом, и спасти нормально нельзя. Поэтому мое политическое решение принято, оно будет здесь реализовано. Несколько недель, месяц будут возможны сбои, но потом, я надеюсь, на качественный, хороший результат в сфере управления домом. И еще несколько проблемных точек посетили в ходе выездного совещания в микрорайоне Бахчеванджи. На Беляево-20А жители жалуются на неприятный запах из подвалов, а также на недостаточную температуру горячей воды. Глава округа поручил в течение недели разобраться в ситуации. Двор дома 21 рядом с местным рынком. Через него идет поток людей в школу и на электричку. Но здесь нет освещения, сошло на нет асфальтовое покрытие, над дорожкой нависают аварийные деревья. С жалобой обратились сотрудники библиотеки, расположенной в этом доме. Дайте мне предложение, Зубков, вместе с жителями, что здесь. Или мы ставим камеры, и здесь какие-то лавочки, или наоборот, просто приводим в порядок эту территорию. Для ликвидации опасных деревьев сразу была вызвана специализированная служба. Рынок также удостоился серьезной критики. На фоне ухоженных сетевых магазинов он смотрится грустным пережитком 90-х. Профильным специалистам поручено проработать вопрос взаимодействия с предпринимателями по приведению торговых павильонов и территорий в порядок. В доме по адресу Беляева, 5, Андрей Булгаков проверил выполнение просьбы жителей отремонтировать у второго подъезда ступени и козырек. Работы выполнены, жильцы выразили благодарность. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.